приветствую сегодня затронем тему международной политики поговорим о том что такое русофобия ну и конечно же обсудим свежие новости по пенсионной реформе которые бьют по самым незащищенным слоям населения и это конечно же русофобии не является по крайней мере с точки зрения наших властей и так поехали как у нас сообщает пресс-секретарь путина песков русофобия является сравнение российских властей с мафией такую оценку дал сенатор сша джон кеннеди ну на мой взгляд за те пять дней что он провел в россии он дал весьма точное определение в то время как многие люди живут здесь всю жизнь и никак не могут этого понять и понятное дело что сенатор сша произнес эти слова про мафию уже после встречи с видными государственными деятелями такими как министр иностранных дел лавров или спикер госдумы володин вот так вот например делегацию конгресса сша встречали государственной думе я обращаю внимание что на балконе вот вячеслав володин пригласил конгрессменов и сенаторов соединенных штатов америки давайте поприветствуем наших коллег пожалуйста продолжайте михаил александр спасибо также считаем необходимым обратить не раболепия при личной встречи но зато потом песков в интервью заявляет следующее американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и находится под сильнейшим русофобским давлением действительно повсюду русофобы в том числе и в самой россии вот например вы говорите то что усманов отжал контакту дурова и дал взятку медведеву это все от русофобии не иначе правильно говорить что усманов честно купил контакт потому что он хочет развивать интернет а насчет взятки медведеву это резиденция стоимостью 5 миллиардов рублей это всего лишь честная сделка а то что она оказалась оформлена медведева через подставных лиц с использованием благотворительных фондов это уже не его проблемы так что мы с вами примерно определились как у нас выглядят русофобы и какой аргументации они руководствуются но к счастью есть в стране и настоящие патриоты как например экс-депутат хасан салпагаров который выдвигался от единой россии он известный конезаводчик и держал у себя на конюшне русского раба алексея родом из владимира вот это вот настоящий русофил противоположность всем русофобам он то никогда не будет критиковать путина медведева и лепесткова не будет сравнивать их с мафией он хороший гражданин он создал рабочее место для простого человека ну а то что не платил зарплату отобрал документы это уже другой вопрос кстати что примечательно в итоге раба освободила не полиция а волонтерская общественная организация впрочем ничего нового но это был патриот среднего уровня а у нас есть патриоты высшего уровня такие как володин ему принадлежит знаменитая фраза есть путин есть россия нет путина нет и россии володин вообще замечательный человек и говорит он так конечно же от чистого сердца они потому что является членом этой мафии ну а дача на рублевке за 160 миллионов это видимо построена на те деньги которые он заработал в 90-е в саратове до того как стать чиновником ну мы ему конечно же поверим тем временем из регионов приходят странные сообщения о ходе пенсионной реформы власти уже 61 региона отправили положительные отзывы о реформе в госдуму учитывая тот факт что по опросам 90 процентов населения россии против пенсионной реформы оригинальные власти по идее должны представлять интересы своих избирателей то я думаю невооруженным взглядом понятно что здесь что-то не так и региональные власти явно представляют чьи-то другие интересы к сожалению интересы избирателей могут отстаивать только они сами никто за них это делать не собирается поэтому по всей стране сейчас проходят митинги пикеты сборы подписей за отмену пенсионной реформы резко упал рейтинг правительства и президента будем надеяться что все это не заглохнет просто так а вызовет подъем гражданского самосознания и общество наконец-то начнет на что-то влиять в этой стране я наверное неисправимый оптимист но я в это верю такие вот дела друзья но у меня на сегодня все всем спасибо за внимание и пока